здравствуйте всем и перед тем как вы начнете смотреть ролик хочу поблагодарить за идею с диодами владимира шаля он не подкинул идейку поэкспериментировать с диодами человек тоже аудио энтузиаст тоже с опытом очень много различных экспериментов делает единственное я только не понимаю почему он не выкладывает это в youtube ведь было бы всем интереснее это увидеть выкладывает он вконтакте хотя это наверное дело каждого индивидуально и так в этом ролике я поэкспериментировал с диодами экспериментировал я два дня с каждым экспериментом я записывал свои впечатления поэтому ролик получается неподготовленный будет состоять из кусочков моих впечатлений и в конце я покажу все замеры и выскажу свое итоговое мнение так что приятного просмотра всем как всегда поздний вечер эксперименты продолжаются вот такой у меня пока франкенштейн хочу все-таки добиться хорошего результата от тп 6120 первый эксперимент меняю диоды так что скоро будет итог в общем диоды стоят тут 1н 4007 туда же на платье промаркированных копеечный вообще производитель миг буду ставить от вишай ультрафасты биф 2626 е как миг так и вишай на 1 ампер на тысячу вольт в общем эксперимент продолжается сейчас до запаяю промоя и интересно сравнение будет это какие первые впечатления от ультрафаст диодов от вишай биф 26 е по сравнению со стоковыми какие тут стояли объемность увеличилась мидбаса стало меньше по высоким пока еще не пойму в общем надо прогреть хотя бы чтоб часок поработала цап кстати 90 38 сабра про комплект бёрсон в 5 уже как-то говорил неплохие операционники имеют такое легкое теплое звучание очень детальное и очень мелодичное также надо замеры сделать у меня есть замеры до и сделаю замер после будет ли какие-нибудь изменения или нет пока не критичные изменения но вот объемности больше стало высоким не пойму никак и так прошло где-то часа полтора два сделал я замер на 33 ома получился очень интересный результат и пока свежи воспоминания скажу в чем звук отличается диодов стоковых и от вишай во первых объемная середина стала она как бы стала более выпуклой но в то же время мидбас более сглажен такое впечатление как будто ударные установки отъехали назад в целом звук стал мягче до звук мягче стал однозначно сказать что я доволен результатом но я другого ожидал хочу ли я вернусь все назад нет так получше но и эффекты другой хотел то есть для рока это как-то не очень в плюс идет хотя общая картинка звука стала поинтересней помягче середину прямо на такая детальная выпуклая стала может быть даже не то чтобы количественно больше стала а скорее всего вот мидбас свою область чуть подальше уехала в целом звук хороший но как повторюсь я эффект другой хотел так теперь что буду делать какой эксперимент теперь уберу шунты с конденсаторов это емкость увеличил об этом я сделал отдельный ролик и попробую зашунтить диоды 0,1 микрофарад и сделаю также замер и послушаю в общем сегодня у меня по диодам такой ликбез будет посмотрим как изменится не знаю какие шунты будут ставить надо теперь тут от ковырять что-то чем больше экспериментирует тем запчастей становится больше наверное либо рифу 426 сейчас поставлю либо эпкс мкт в общем полез и ковыряться и так под руку попался эпкс мкт 01 микрофарад его я в качестве шунтов на диоды поставил кстати решил пока шунты с конденсаторов не снимать отслушаю так и замер сделаю вот а потом отпаяю шунты от конденсаторов и тоже отслушаю возможно тоже замер сделаю хотя он уже вряд ли повлияет в общем поехали так перед замером пока свежи мысли скажу что середина чуть под убавилась объем не убрался середина чуть под убавилась мид бас соответственно чуть поближе стал то есть он в первом случае отдалился с шунтами он приблизился звук стал чуть темнее с одной стороны хорошо с другой стороны плохо он глуховатый стал он звук стал темные на высоких частотах не хватает живости воздуха вот буду отпаивать шунты от сглаживающих конденсаторов и буду слушать еще пока так то есть звук стал темнее середины вот это и выпуклость излишняя ушла звук стал чуть потемнее из минусов не хватает воздуха на высоких частотах они чуть глуше стали так делаю замер отпаиваю шунты со сглаживающих конденсаторов так отпаял шунты с фильтрующих конденсаторов эпкос на месте так что вперед и так напоминаю шунты сглаживающих конденсаторов сняты диоды зашунтированы эпкос мкт 01 микрофарад какое изменение по сравнению с тем когда тут были шунты стали высокие чуть почетче вас как-то вроде чуть поглубже стал но все равно звуки не хватает четкости края замыливают мне вот кажется что шунты на диодах они вот как-то зализывают края звук также слегка притемненный чуть больше нижней середины кстати выделяться стала но все равно лучше чем с шунтами яркости нету никакой звук притемненный почетче стали высоким середина также объемная но зализывается края в общем тут палка такая двух концах как лучше скорее всего либо еще такой вариант вместо эпкоса ставить вместо эпкос мкт ставить виму мкп например мкp2 она не такая здоровая возможно станет лучше намного почему потому что эпкос он сам по себе именно как шунты дает такое темноватое звучание с неким выделением мидбаса если его ставить звуковые цепи он слишком шепелявый если его использовать как на входе на шунты на конденсаторы ну так же вот и на диоды получается я уже сказал звук такой притемненный слегка мягкий хорошие низкие частоты мидбаса особенно вот возможно вима мкп10 будет лучше возможно у меня к нету у меня всего две штуки тут надо 4 вот возможно закажу поэкспериментирую но скорее всего сейчас я сниму шунты с диодов обратно поставлю шунты сюда и как-то так попробую послушать еще может что изменится полный итог я расскажу в ролике когда буду рассказывать про эти конденсаторы вишай 515 д названием забываю спаргу там язык сломает надо было звать так и вот что еще хочу сказать вот этот регулятор громкости менять настолько уходить звук это ужас его чуть крутишь там разбаланс вот так вот прыгает еле поймаешь его я уж его при замерах в одно положение поставил и не трогал больше а так вообще начинаешь регулировать там прыгает все вот этот разбаланс каналов ужасно вот эту гадость менять итог какой добился ли я то что я хотел частично частично хорошо ли шунты на диодах не сказал бы замыливание какой-то идет вот кстати замеры получились все очень интересные сейчас мы переходим к замерам удивитесь вы точно потому что лично я удивился прям был очень удивлен как такое возможно и так к замерам и так начну с некоторых нюансов у вас наверно прошло минут пять у меня уже второй вечер точнее уже почти ночь поэтому у меня было время послушать сделать окончательные выводы с которыми я поделюсь в конце далее каждый замер я делал с нагрузкой в 33 ома то есть вы должны понимать что с нагрузкой усилитель усилительный тракт нагружается и прям супер красивых цифр и графиков не будет то есть это получается честный замер как будто вы слушаете в реальном времени далее какой еще нюанс взаимопроникновение каналов от замера до замеры у меня иногда прыгали не знаю почему погрешность это мне кажется дело может быть в переходнике на джек вот поэтому он прыгает от 63 до 69 вот так что такой вот нюанс тоже есть и еще один нюанс которым я еще не разобрался не было времени это вот смотрите при замере даже не только этого усилителя а лемона или клона аудиотехники а 5000 у меня вылазит низкочастотные шумы 50 100 герц его тут немного есть не знаю с чем это связано именно с нагрузкой такая проблема когда замеряем также когда я делаю замеры различных цапов вот этого всего нету поэтому с этим буду разбираться времени не было так что тоже особо не акцентируйте на этом внимание и так давайте начнем сначала это самый первый замер тупо в стоковом состоянии операционник здесь опа 134 две штуки у меня она выполнена на двух одноканальных у некоторых бывает тупашки на на одном двухканальным вот но это не суть и так что мы видим ну достаточно средний результат в принципе неплохо смотрим завалов никаких нету там практически до 30 килогерц плавный плавный спад идет вот что касается разбаланса каналов это потенциометр прыгает шкала вот ее поймать очень сложно тут короче по этому графику все хорошо дальше уровень шума высокочастотный шум вообще чистенький динамический диапазон тоже в принципе неплохой минус почти 105 децибел далеко за пределом слышимости есть небольшой чистокол ну условно нормально платка за полторы тысячи рублей можно сказать отлично далее нелинейные искажения минус 90 средненький результат но в принципе все остальное достаточно неплохо интер модуляция взаимопринкновение каналов а вот теперь т.п. совместно с диодами ультрафаст от вишай биф 26 е и ну соответственно нагрузка она везде будет 33 ома и смотрим что изменилось отлично 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 хорошо на взаимопринкновение каналов не акцентируем внимание в общем хорошо сравниваем здесь лучше стало здесь лучше стало интер модуляция стала похожим ну в сущности искажения подубавились от диодов ну что самое интересное частотная характеристика частотная характеристика смотрим да ну тут идет плавный спад а тут идет плавный подъем но этот подъем здесь вот график он схематично показан после замера там можно его двигать и подъем идет на 0 5 децибела и он идет после 20 килоерц то есть его мы практически не будем слышать и звук кстати сразу скажу не яркий хотя вот тут да получается график с подъемом в 0 5 децибел звук не яркий он детальный на высоких частотах мягкий но не яркий смотрим дальше будут до минус 90 тут практически тоже до минус 90 то есть шумовая палка ниже стала будут есть подъемчик здесь шумовая палка ниже стала но со мной 50 герц практически до минус 90 динамический диапазон опа а динамический диапазон здесь чище стал прям намного чище вот даже так вот сравним это ультрафаст и дальше что у нас нелинейные искажения и шум практически также чуть меньше стал где-то на 95 2 гармоника меньше стало ну и тут вот она как будет спадает дальше там чисто идет ну и дальше там это уже не интересно смотрим дальше это вот я просто диоды заменил дальше у нас диоды плюс шунт 1 микрофарад на каждый диод ну и шунты стоят на кого это сглаживающее конденсаторы также 33 ом и получается все так же ну вот на заимпринкновение каналов не смотрим также этот разбаланс из-за регулятора громкости потенциометра по шумам сравниваем тоже чистенько динамический диапазон тоже чистенько а вот теперь интересно да зашунтили диоды и 3 гармоника поползла вверх и шум стоит кстати на сглаживающих конденсаторах 01 микрофарад шунт стоит и на каждый диод по шунту стоит 3 гармоника вылезла интересно да смотрим дальше а дальше у нас шунты на диодах стоят но за сглаживающих конденсаторов я убрал шунты параметры такие же все то же самое все то же самое и опа и 3 гармоника упала и сравниваю со стоковым смотрим также 2 гармоника 95 здесь 90 здесь он нас падающие идут все гармоники здесь они как неравномерно ну прозвук я уже каждый звук описывал перед экспериментом вот а теперь давайте я вам покажу шумовую по нотку просто простой пример да вот с нагрузкой до уровень шума а вот смотрите пример простой замер того же т.п. но без нагрузки видите насколько меняется все так что с нагрузкой это самые оптимальные замеры самые реальные ну давайте к то вам и так прошло достаточно времени я готов поделиться своим мнением что хочу сказать однозначно диоды 1н 4007 на замену понравились понравились мне ультрафасты от вишай биф 26 е звук он объем не стал во первых лучше разборчивость мягче высокие частоты это самое главное высокие частоты мягче но детальнее по глубине низких частот тут спорный момент скорее всего они просто мягче стали вот самый низ можно сказать субас он стал мягче недостатка я ни разу не ощутил в низких частотах также мидбас он более ровный он не выпуклый не доминирует я бы сказал даже небольшой акцент есть на более верхний бас в общем и звук очень приятный он стал более комфортным более мелодичным более как бы атмосферным притом не в ущерб детальности появилась легкая теплота тут кстати да в звуке появилась такая вот ощущение какой-то легкой теплоты подложки под звуком теплый кстати я вот эти диоды когда начал интересоваться диодами у меня стоят в усилителе лемон такие только на 2 ампера и такие стоят прямо вот такие стоят в усилителе класса аудиотехника ша 5000 я как уже говорил они все мелодичные если вы посмотрите мой предыдущий ролик я говорил что звучат они очень хорошо и я вот этот нюанс заметил там везде такие диоды стоят ультрафаст и так что итог нравится в при возможности поэкспериментирую еще с моделями разными диодов учту это себе на будущее хороший получился опыт неожиданно для меня в общем как то так звуком доволен всем удачных экспериментов и хорошего звука до скорого а и Продолжение следует...